Честных побед и высоких достижений вам и вашим питомцам. Немецкие и бельгийские овчарки – главные напарники этих сотрудников УФСИН. На соревнованиях кинологам предстоит показать слаженность работы и продемонстрировать уровень подготовки служебных собак. Подача голоса равна сдаче норматива. На территории городка для содержания служебных собак 4-й колонии псы, участники многоборья, внимательно исследуют макеты автомобилей и постройки, в которых притаились условные осужденные. Уметь обнаружить ищейки обязаны не только человека. В программе также поиск взрывчатых и наркотических веществ. Вот эта собака уже ездила дважды на российские соревнования, там мы где-то в середине в общем зачете. Я свою собаку тренирую каждый день. У нас есть специальный иментатор наркотических веществ. Самого наркотического вещества там нет. Оно производится в специальной лаборатории. Мы делаем различные, так скажем, учебные закладочки и учим собаку их искать. Вначале это что-то попроще, например, ряд банок определенных или конусов. Потом что-то посложнее, например, прячем в сумке или прячем в помещении, или прячем в автомобиле. Успех воспитания служебной собаки напрямую зависит от доверия питомца владельцу. Взаимоотношение собакой строится на принципах сотрудничества. В проведенном конкурсе сотрудники кинологической службы со своими питомцами показали на практике качество обучения, работоспособность и результативность выполнения различных задач. Участники продемонстрировали четкую и слаженную работу при прохождении различных этапов конкурса. Кинологическим дуэтам, которые показали лучший результат, вручили кубки и медали. Для четвероногих же служащих. Главная награда – похвала хозяина-напарника.